Вооруженные силы Украины выследили и уничтожили редкую и очень дорогую российскую контрбатарейную радиолокационную систему «Ястреб-АВ». Операция прошла возле села Караичное Луганской области. Комплекс был уничтожен ударом «Хаймарса», скорректированного беспилотником «Шарк». 15-я отдельная бригада «Черный лес артразведки» записывает себе в актив уничтожение объекта за 250 миллионов долларов. «Ястреб-АВ» считается самым современным российским радиолокационным комплексом, как вы уже поняли, наверняка не имеющего мировых аналогов, который используют для разведки огневых позиций артиллерии. Посредством радиолокационной станции он способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. «Это триумф русского оружия! Это триумф русской армии! Это возрождение России!» В начале февраля 1922 года, когда мировые лидеры просили Путлера не развязывать кровавую бойню, Орбан пил с ним шампанское. 22 февраля, за два дня до вторжения пути нацистов, Венгрия переместила войска к границе Украины. Согласно плану, армия рашистов быстро захватывает Украину, а Венгрия вводит войска в Закарпатье под видом защиты мадьяр, живущих там. Орбан – нацистский пособник и соучастник агрессии против Украины. Это Уинстон Черчилль и Иосиф Джугашвили во время встречи в Кремле 14 августа 1942 года. Ох уж эти подлые англосаксы! Всегда мечтали развалить Россиюшку! Удивительно, но до сих пор находятся взрослые люди, которые не знают, что Сталин и Коба – это погоняло. Точно так же, как Стрелков у Игоря Гиркина, Моторола, у Арсена Павлова, Гиви, у Михаила Толстых, Сергей, у Шойгу, Кожугета. Фамилия у меня другая. Да и имя тоже. И отчество у меня. И имя тоже. Ну, имя, да. Имя тоже. Я хочу сообщить зрителям, Шойгу – это имя Сергея Кожугетовича, а Кожугет – это как раз была фамилия. Правда? Ну, в общем, да. Именно так. Именно так. Когда натовцам надоест с нами воевать, это у них тоже спросить имя. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами. Шел 968-й день взятия Киева за три дня. Россия запросила у Грузии и Азербайджана электроэнергию. Россия запросила у Казахстана самолеты. Россия запросила у Северной Кореи вооружение и солдат. А кремлевское недоразумение все еще бредит о какой-то победе. Ах, да. Теперь в Украине собаки будут есть северных корейцев. Мы говорим, что все идет по плану. Извини. У нас такого плана не было. Страны Запада и Южная Корея всерьез озабочены сообщениями об отправке до 12 тысяч северокорейских военных на войну России против Украины. Об этом заявили в Госдепартаменте США. За этой историей следит наш корреспондент Артем Филатов. Артем, привет. Есть ли уже какие-то подтверждения? И как на сообщения разведок реагируют западные политики? Привет, Аня. В телеграм-каналах появились несколько видео, на которых, как предполагается, северокорейские военные. На одном из них они идут по военному полигону, на другом получают российское снаряжение. В обоих случаях кадры сняты на Дальнем Востоке России, вблизи границы с КНДР. подтверждают аналитики, которые работают с открытыми данными. На видео можно услышать корейскую речь. Правда, неразборчиво. Вот они побежали, побежали. Нельзя их снимать. Их миллионы тут. Вот новые подкрепления. Ранее в отправке военных сообщило южнокорейское агентство Рёнхаб со ссылкой на спецслужбы. По данным разведки, Пхеньян решил послать на войну 4 бригады общей численностью 12 тысяч человек, в том числе спецподразделения. В Кремле при этом отрицают, что северокорейские военные уже воюют на стороне России. Ситуацию обсудили дипломаты США, Южной Кореи и Японии. Сегодня, когда мы прибыли на встречу, нас встретили сообщения о том, что Северная Корея решила усилить поддержку жестокого вторжения России в Украину. Мы внимательно следим за проявлениями этого. Помимо оружия, возможно, речь идет и о личном составе. Мы должны признать, что это будет серьезным вызовом. Это создает возможности для расширения нашей работы, но в то же время это новое зловещее событие в мировой политике. Министр иностранных дел Украины сегодня заявил, что возможное участие солдат из КНДР в войне создает риск эскалации. А вот как сообщение разведки Южной Кореи о том, что Северная Корея отправляет свои войска в Россию, прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Да, зима будет трудной, но Россия в сложном положении из-за количества потерь, которые влияют на их собственные ресурсы. Поэтому, если это правда, то, на мой взгляд, это больше похоже на акт отчаяния, чем на что-либо еще. В Южной Корее сообщение об отправке северокорейцев на войну встретили с тревогой. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уже провел экстренное совещание по безопасности. И вот, что говорят о ситуации жителей страны. Отправка Северной Кореи войск в Украину сама по себе, похоже, представляет очень серьезную угрозу безопасности. Не только для нашей страны, но и для ситуации в мире. Поэтому мы, корейцы, считаем, что это страшно и опасно. В случае небольшого конфликта Россия, получившая северокорейское оружие в трудные для нее времена, может вмешаться даже в незначительное столкновение с нашей страной. Это было бы очень опасно. Если северокорейские солдаты отправятся в Украину, это будет первый случай полномасштабного участия армии КНДР в боевых действиях за пределами Корейского полуострова. Напомню, в июне Москва и Пхеньян подписали договор о стратегическом партнерстве. В нем есть пункт о взаимной военной поддержке в случае агрессии. Известно, что КНДР уже поставляет в Россию артиллерийские снаряды и ракеты. В ночь на 19 октября украинские дроны как минимум в четвертый раз атаковали завод «Кремний-Л» в Брянске. Этот завод – один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. Его продукция используется в том числе и для военных нужд. Например, для создания систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Губернатор Брянской области об атаке на завод не сообщал. По его словам, два сбитых беспилотника врезались в нежилые здания. Пострадавших нет. Всего над регионом в ночь сбили 13 дронов, отчитались в Министерстве обороны России. А это уже кадры из Санкт-Петербурга. По данным издания «Фонтанка», утром над городом сбили дрон. В двух районах начались перебои с электричеством. Свет отключился примерно в трех сотнях домов. Как раз после того, как жители услышали взрывы. В местной энергетической компании заявили, что все дело, цитата, «в технологическом нарушении» и сейчас занимаются ремонтом. Обломки дронов у нас. После хлопков. После хлопков. А вот обломки прямо вот они вот. Мы продолжаем. После хлопков Продолжение следует...